Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанна Фетисова. Это мой влог. Сейчас понимаю, что я зря не взгляну очки, но может быть солнышко уже сядет, пока я буду своими делами заниматься. Я сейчас еду в бренд Плияна, ну точнее к их косметологу, которая обучает салоны красоты. То есть она физических лиц не принимает, но как я уже вам говорила, меня они пригласили на такие вот тестовые какие-то очень интересные полезные процедуры и ну естественно я проконсультируюсь по поводу того, как пользоваться этой профессиональной косметикой. В частности, меня интересует ретинол, их крем и естественно какие-то еще интересные полезные советы я надеюсь у нее получить. Вот так я, видите, в маечке открытой для того, чтобы можно было кофточку просто расстегнуть, в том случае, если на зоне шеи декольте будут какие-то процедуры. Чуть-чуть, видите, сделала макияж, немножко, ну может быть будут снимать, может быть только зоной шеи декольте, обойдемся, посмотрим. Кстати, представляете, сейчас закрепляла челку, я видите, все время закрепляю, потому что у меня волосы такие легкие, прям летают от ветра сильного, сейчас ветры такие, и пшикнула себе вот сюда лаком. И сейчас я чувствую, у меня прям горит кожа, я надеюсь, не будет никакой серьезной аллергии, но неприятные ощущения. Вы, кстати говоря, как реагируете, когда у вас на кожу попадает лак? Я вот так, у меня чувствительная кожа. Все, друзья мои, у нас, в принципе, тепло, но я на всякий случай одеваюсь, потому что, ну так, потеплее, потому что, скорее всего, поздно вечером буду возвращаться. Все, меня уже ждет такси. Как у вас здесь уютненько, какие вы молодцы. Такой небольшой офис, вот так и есть. Приветствую еще раз. Мы сейчас уже в центральном офисе бренда Плияна, и я хочу задать от вас, собственно, все вопросы, которые вы задавали мне. У мужа моего, как вы понимаете, ну, он не мог удержаться, да, как химик. Тоже есть кое-какие вопросы. И Виктория Владимировна, я надеюсь, любезно ответит на наши вопросы. Она прям буквально выкроила из своего графика для нас с вами время, так что давайте внимательно послушаем. Виктория Владимировна, у нас были вот такие вопросы. То есть, в принципе, и у девушек, кто никогда не использовал профессиональную косметику, были вопросы. Чем же она в итоге отличается от обычной косметики, которую можно купить в любом магазине? Почему вот она не продается вот так, повсеместно, в любой аптеке, в общем-то, ну, вот захотели, пришли продукты приобретать и купили себе профессиональную косметику заодно, да? Чем она отличается? Почему она должна вот так именно распространяться и обязательно консультация косметологов? Ну, начну с того, что на самом деле профессиональная косметика, профессиональный бренд Плеяна, он представлен в качестве, в своем объеме, как профессиональная линейка, ну и как домашняя коллекция в том числе. И хочу обрадовать зрителей вашего канала и, собственно говоря, всех пользователей, кто узнает наш бренд, или кто только его еще узнает в перспективе, в том, что разработчики нашего бренда, и это редко на самом деле, абсолютно не меняют формулу профессиональной и домашней линейки. Меняется упаковка, объем. Ну, в домашнем объеме 200 мл солнцезащитного крема вроде бы как и не в чем. А, ну, лишнее, да, конечно. Поэтому... Ну, если на всю семью, в принципе, приобретать, надо... Ну, у нас есть, вы знаете, объем такой, чуть меньше 50 мл, которого вполне себе достаточно взять с собой в отпуск, и этого хватит. Понимаете? Но ценно то, что не меняется количество активных компонентов, не меняется их концентрация, что очень удобно в работе косметолога, потому что на сегодняшний день, ну, не у всех есть достаточное количество именно времени, да, такой ресурс времени, это сейчас очень ценность большая. И если раньше мы назначали количество посещений, там, 10 процедур профессиональных, то есть сейчас, ну, редко кто может себе... Ну, это счастье, если человек может позволить, столько времени уделить себе именно в курсе. Поэтому посещений стало меньше. В связи с этим нужно было как-то решить этот вопрос, чтобы не терять ту эффективность, которую мы получаем во время проведения процедуры, протокола длительного. Поэтому нам нужно, чтобы дома человек поддерживал, собственно говоря, тот терапевтический эффект, который направлен при работе в салоне. То есть правильно ли я понимаю, что дозировка такова, что невозможно обжечься, получить какую-то отечность, да, ну, в общем, как мы все с вами знаем, бывает не очень хорошее, к сожалению, иногда от профессионального использования, там, девушки, например, приобретают 30-процентный кислотный пилинг где-нибудь со своего там косметолога подпольно и радостно все это так на себя намазывают и получают там вершинный ожог, который мы с вами потом в итоге видим в различных фотографиях. Страшными этими фотографиями я, наши с мужем ролики потом в итоге... И это в том числе... Снабжают, да? Собственно говоря, да. И в связи с этим как раз, именно в связи с тем, что нужно, так как этот бренд профессиональный и достаточно активные все-таки у нас средства, которыми мы работаем, в плане понимания, как они работают. Потому что это комплексы растительные, именно комплексы. В связи с аллергизацией населения на сегодняшний день, когда я начинаю говорить, что у нас абсолютно... ну, абсолютно эко нельзя назвать нашу линейку, потому что у нас пептиды. Это все-таки синтезированный компонент. Но в остальном продумано настолько экологично все, максимально экологично. У нас не используются жесткие павы, у нас продуктов нефтепереработки нет, у нас нет минеральных масел. То есть, вот где можно было максимально экологично воздействовать на кожу, вот здесь все. То есть, супер мягкие павы используются в очищающих средствах. Ну, это хорошо, потому что у меня очень много людей, ну, смотрят наши видео, и все спрашивают, это натурально, это безопасно? Да, абсолютно. В том-то вот у нее и прелесть этой косметики, что она абсолютно безопасна, и при всем при этом она активна в качестве профессиональной линейки. И благодаря вот этим активам как раз мы практически все, наверное, решаем эстетические проблемы. Косметолог, скорее всего, у вас был большой опыт. У меня большой опыт и большой выбор. Я могу сказать, что я всю свою жизнь занимаюсь только косметологией, и, соответственно, больше я ничего не умею в своей жизни. Это хорошо, когда человек в одном, в чем-то очень хороший специалист, потому что в основном сейчас проблема в стране, что все могут все понемножку и ничего качественного. Поэтому точно могу сказать, и здесь невозможно не получить эффект. Пептидные активы, я закончу сначала про растительные комплексы, про элергизацию, да? Да, да. Что именно комплексы растительных компонентов, которые собраны в именно монорастительный какой-то препарат, может растительное средство вызвать аллергическую реакцию. А если мы собрали комплекс, который направленного действия, и он состоит из определенного количества растительных компонентов, минимальной дозировки, которые не вызывают ответную реакцию аллергическую. И в этом ценность комплексов растительных, что, собственно говоря, наши разработчики нам предложили. Это то, что касается растительных, да, растительной части активных компонентов. Вторая часть активов, это на сегодняшнее время, наверное, номер один вообще в мире. Наши активы. Да, это пептиды. Пептидные комплексы, которые короткая цепочка аминокислот, собранная под задачу. И по-другому этот комплекс работать не может. Донести в конкретную точку. В конкретную точку. Маленькая масса молекулярная, добегает очень глубоко через все слои, прицельно бьет. То есть если есть повреждения данного характера, да, то есть, ну, условно, там, пигментация, то этот пептидный комплекс, собранный, чтобы справиться с поврежденным меланином, не с натуральным своим, да, то есть на свой меланогенез мы никак не воздействуем этим активом. Мы будем убирать только поврежденный меланин. И если там есть какое-то другое повреждение кожи, ну, условно воспалительный какой-то элемент, то этот пептидный комплекс никаким образом не сработает в этой замочной скважине. Это очень интересно, потому что многие спрашивали по поводу именно пигментации. Я, слава богу, не страдаю, но у меня бывают иногда веснушки. Ну, конечно, это не то, что я могу сказать, я страдала пигментацией, вот я вылечилась. И, конечно, очень многие страдают. Действительно, прям таким вот. Про пигментацию могу отдельно сказать. И поэтому вы какую-то информацию потом, я имею в виду, вот именно какие средства, да, линейчка, потому что, конечно, я могла ссылочку девушкам оставить, потому что очень многие себе, маме, бабушке, вот всем сразу ищут что-то действенное, и я пока, ну, честно вам скажу, не могла ничего порекомендовать. Не есть, что вам сказать. Да, вот это очень важно. Ещё важный такой момент. Чем именно бренд Плияна отличается в смысле использования, порядка использования? Есть некоторые отличительные такие особенности, приятные особенности, которые нас, ну, бонусно отличают от других прекрасных брендов. Красивая косметолога. Спасибо. Да, красный бонус есть уже, один я нашла. Вы знаете, была задача создать косметику, которая будет не просто заместительно ухаживать за кожей, а именно запускать механизм саморегуляции на клеточном уровне. А, то есть она всё-таки будет регенерацией усиливать, да? А в сегодняшний день в основном классическая косметология – это заместительная косметология. Нет коллагена – даём коллаген. Вот кожа возьми, пожалуйста, то, чего у тебя сейчас нет. Но так как ресурс человеческий очень большой, и жить мы можем долго и красиво, и 120 лет быть молодыми, и сохраниться в этом ресурсе на клеточном уровне, соответственно, да, ну это доказанный абсолютно научный факт, и, соответственно, запустить механизм саморегуляции клетки можно простимулировать кожу, ну, в частности, мы уже про кожу говорим, да, таким образом, чтобы сохранить её вот в хорошем молодом состоянии. Или мы нашу косметику на линейке. У нас нет линейки, как в классическом понимании, для жирной, для сухой кожи, для ещё какой-то, да? У нас разработана косметика именно в виде шагов, про что вы и сказали. А, да, вот то, что меня и собственно интересует. Да, пошаговое использование, и мы не делим косметику благодаря тому, что у нас такие активы, благодаря тому, что у нас очень интересные основы, это тоже очень такая отличительная, приятная особенность нашей косметики. У нас особенная система увлажнения, особенная, отличительная от классической косметологии. И все вот эти вот составляющие... Спускаются ангелы и росой... Ну, практически, да. Да? Да, практически, да. Вот это мне нравится. Эта идея мне нравится. Этапы обычные, самые классические. Ну, то есть, грубо говоря, стоя на левой руке и пяткой нанося крем, такого нет варианта, да? Ничего сложного. Нет, всё очень просто. Уже хорошо. Проще не бывает, всё, то, как мы привыкли. Очищаем, тонизируем, питаем, увлажняем, всё по классике. Единственная отличительная особенность, абсолютно все средства наносим на влажную кожу. Увлажняем либо, у нас есть фитобиатоник, либо у нас термальная вода есть. И через вот это увлажнение, сыворотки, крем, маску, средства глубокого очиния, не важно, что мы наносим на кожу. Вы поняли, что я была права? Вы поняли? Мы всё наносим на увлажнённую кожу. Во-первых, дополнительно увлажняем кожу, восстанавливаем PH. То есть, кожа берёт актив правильно, да? И, соответственно, мы ещё распределяем средства ровно. Через, как я говорю, что лицо у нас до самой груди. И поэтому маленькое количество средства мы можем распределить на большую площадь. Это очень важное. Я не могу сказать, что это отличительная особенность. Но я считаю, что любую косметику так надо наносить. Не только нашу. Но у нас стоит в обязательных условиях использования. Потому что есть большие концентрации и много. Понятно, для себя любимое ничего не жалко. И можно много крема нанести. Это я, видимо, рада с вами. У меня закончились все средства. Исключительно остался только ретином, который я не стала без вашей рекомендации использовать. Это правильно. Поэтому вот такая отличительная особенность. То, что на влажную кожу. Не делим мы кремы наши на дневной, ночной. У нас задача решить проблему, которая существует в коже. Вот это самое удобное. И всё. Я терпеть не могу. Зелить, конечно, на ночной, дневной. Но исключая SPF, да? Понятно, что ночи нам не нужен. Мы выручили на эти средства. Точно так же мы не делим на зиму-лето. Что тоже приятно. Какое-то одно средство, которое можно нанести и на шею, декольте, и на лицо, и на влажную. У нас удобно, конечно. С собой удобно. Они тяжелые, кстати. Во-вторых, у нас везде вакуумные дозаторы. Это настолько удобно. То есть здесь нет трубочки вот этой, которая на сосек. Здесь именно вакуум. То есть вообще окисление ноль. Не запускаются механизмы. Непрозрачные. В общем, все, что правильного можно было создать. Или разработчики, да? Они учили какие-то все. Здесь много действующих косметологов, разработчиков. Поэтому все удобно. Вот в работе я, как действующий косметолог, могу сказать, что удобно все. То есть вам удобно использовать? Да, удобно в работе. Ну, это как с точки зрения профессионального использования. С точки зрения домашнего применения тоже предусмотрены различные варианты. Вот тревел-варианты у нас есть маленькие, да, какие-то там, вплоть до того, что есть термальная водичка, которая там в сумочке всегда. Я вечно мучаюсь, отливаю. Да, вот чтобы мне вот этого сегодня не происходило. Точно так же тревел-вариант пеночка есть маленькая, чтобы не тащить вот всю бутылку с собой, да, вот куда-то в путешествие. Ну, по-вашему мнению, нужно девушкам 40 плюс, вот именно, чтобы поддержать, да, тонус кожи, потому что это первое, что я стала замечать после 40 лет, что есть потеря тонуса. И меня это очень сильно удивило, потому что я не особенно увлекалась раньше уходом, и только вот исключительно, может быть, свою линию канала. Стала больше интересоваться этим вопросом. Только тонус не мучает вас. Вот отсутствие. Я вот такого, большого отсутствия тонуса кожи. Это я тоже, это я вижу его в близком зеркале, в большом, увеличительном, который мне подарила мама. Если девочки спрашивали, как вы теперь все свои недостатки увидите, да. Как помочь, с чего начать? Когда читаю лекцию, обычно аудитория женская, такая фраза, когда я говорю, что, знаете, естественные процессы уведания кожи начинаются в 25 лет. Но она не правда. И, как правило, половина аудитории, ну, если там молодые девочки присутствуют, такой всегда нервный сдох. Ах, типа, вот все началось, все так плохо. Просто-напросто вот этот возраст, 35+, нет четкой реперной точки. Ну, условно, да. У кого-то хорошая генетика, да. Поэтому вот именно 35+, начинается тот момент, когда женщина видит. А я прямо увидела, я так, о-о-о-о, это я. Она начинает. Будем потом диагностику проводить. Но то, что я вижу сейчас, то, что я был как раз на увлажнении. Увлажнение, что наполняемость хорошая кожи и разглаживаются все эти морщины. Да, да, да. Потом у нас есть... И не сухнет кожа. Наш любимый. Ну, сухой тип, конечно. У нас очень важно. У наше увлажнение для вас просто находка. Я вам хочу сказать, потому что это как раз из того вот ангелы прилетели и увлажнили. Потому что, да, да, буквально, буквально роса волшебства. У нас трехмерное 3D увлажнение кожи. Я хочу 3D увлажнение. Во-первых, поверхностные наши увлажнители, то, что используемое, это аминокислоты. В классике обычно используются какие поверхностные увлажнители? Там гиалуроновая кислота вводится, да, как увлажняющий компонент поверхностный, да. Вводится глицерин. Ну, это наиболее часто встречающийся. Это хорошего качества. Благатым института ничего такого там нет. Нормально. А что ладно, аминокислоты в отличие? И там пропиленгликоль уже более низкого качества увлажняющий компонент поверхностный. Все эти компоненты, они не увлажняют кожу напрямую. Они создают, ну, условно увлажняют кожу. Конечно, окклюзия, которая просто не дает вот этому, ну, создают иллюзию, что кожа увлажнилась. Именно кислоты это увлажняющий компонент, входящий в состав натурального увлажняющего фактора. Поэтому при поверхностном нанесении в качестве поверхностного увлажнителя, аминокислотного увлажнителя, мы именно пропитываем, увлажняем кожу. Это, ну, как бы поверхностное увлажнение кожи. Второй наш, вторая система увлажнения, это то, что все средства кремовые, все маски, кремы, сыворотки, все, что кремовая основа, у нас ламиллярная эмульсия. В классике это масло в воде, вода в масле, два вида, да, более плотные кремы, которые вы говорите, или менее эмульсионные. Они имеют капельную структуру. В связи с этим делятся у нас в классике зима-лето и так далее, да, крем дневной и ночной. Именно по этой причине, что там нужно соблюдать, не только активы работают, но и сама основа. Так вот, у нас ламиллярная эмульсия в основе, она позволяет нам запечатывать повреждения, ну, условное повреждение, сухость кожи. Повреждения? Повреждения. У меня сейчас запечатаетесь, пожалуйста. Запечатаем сейчас. Строилась крыльцоплатка, у нас нет раздермальной потери воды. Соответственно, мы сохранили ту влагу, которая в коже есть. Мы 70% воды. Как она знает, что ей нужно встроиться именно в кусок? Повреждения. Технология вторая кожа, так и называется. Немецкие ученые, которые изобрели, собственно говоря, ламиллярную эмульсию, жидкокристаллическую, не для косметологических целей, она была изобретена для ожоговых целей. Да, сжарения именно. То есть нужна была такая база, которая в большие повреждения будут встраиваться, восстанавливать повреждения кожи. Ну и, собственно говоря, в косметологии это успешно используется. У нас все средства декоративной косметики содержат силиконы хорошего качества, да, хоть это пудра, хоть румяна, тени, все что-то. И все равно, конечно же, есть. Да, и поэтому, чтобы хорошо силиконы убрать с поверхностей кожи, их нужно разжирнить. Соответственно, первый шаг, он должен быть как раз либо аминокислотная, аминцелятная вода, либо мочков, какая-то жирненькая текстура. А потом уже пеночка, второй шаг. То есть то, что я использую гидрофильное масло, потом уже пенку, это правильно? Да, очень правильно, абсолютно правильно. Сейчас мы пеночкой, да, уже воспользуемся? Мы сейчас пеночкой умываемся, да. Ну, то есть вы считаете, вот сейчас в ноябре мне будет 45, вы считаете ничего, да, нормально? Очень даже, очень даже. Очень даже, очень даже. Очень даже ничего. Ох, это хорошо. Я хочу сказать, что сухая кожа, она выглядит очень красивой, если за ней ухаживать. Если она опитывается, как следует. Если за ней не ухаживать, она, конечно, к сожалению, да, вот этот вот красивый, утонченный вид, он быстро теряет прозрачность в моем воздухе. Здесь все видно. Анатомию можно посмотреть через лицо. Есть немножко купероз. Он как-то всегда был по чуть-чуть, а сейчас там больше, я заметила. Да, вокруг носа. Поэтому нужно укреплять капилляры. У нас есть сыворотка с пеноксидом. Пеноксид – это компонент, который придумали сосудистые хирурги, усиливает выработку свободного оксида азота, соответственно, укрепляет именно просвет сосудов, делает сосуд эластичным, наполняет кожу кислородом. Он чуть-чуть убирается. Да. Ну, понятно, что основные стволы нереальны. Нет, я уже успокоилась по этому поводу, его незаметно практически. Ну, их станет так. Явно меньше. Ну, да. Их станет явно меньше. Сейчас будет у нас шаг глубокого очищения, но используют энзим. Биологический энзим у нас используется. Да, энзимы, они, я так понимаю, хорошо очень именно отшелушивают, да? Очищают. Да, очищают глубоко кожу. Такая шляция получается сильно. Да, отшелушивают роговевшие чешуйки. Это энзимы чего? Это именно кератолин. Это биологический энзим. То есть обычно используются растительные. Да, папайи, что-нибудь такое, да. У нас именно синтезированный биологический, кератолитический такой компонент. Какие-то ощущения неприятные есть? Пока все приятно. Знаете, может быть такое легкое что-то происходящее. Ни пощипывание, ни покалывание, просто что-то там вот такое ощущается. А что-то шевелится. Да, да. Что-то шевелится. Что-то на мне шевелится. И все, и не более. И вообще все средства, даже самые, наверное... Это энзимы ползают. Да, это энзимы. Маленькие такие ползают. Все ненужные. Самый, наверное, чувствительный на коже как раз 10% великолевый пилинг. Пока у нас экспозиция энзима. Я вам сейчас его нанесу. Мы посмотрим, как у нас это реагирует. Давайте. Подождем. Если все хорошо, но вы говорите, что у вас чувствительность повышена. То есть если рука отваливается, то не надо. Ну, если сейчас вот скажете, что ой, горит, горит. Машите на меня, машите. То будем убирать быстро. А если, собственно говоря, никаких... К чему я склоняюсь, это не зайдет, потому что у меня очень хорошо на 10% гликолевый пилинг на наш реагируют как раз люди с куперозом. А, вот так, да? Обычно я вообще гликолевый пилинг на нашли. Странно, да? Как вы думаете, в чем зависимость такая странная? У нас там противовоспалительный пилинг. А, вот, наверное, пилинг. Конечно. Хорошо, я говорю. Конечно. Потому что туда именно из-за его активности максимально внесли противовоспалительный. Противовоспалительный. Глубокое увлажнение у нас там компоненты, да? Ничего вроде бы не жжется. Да и, если честно, и не будет. Да? Хорошо, тогда давайте. Можно получить очень красивую работу. Ведь гликолевая кислота, это кислота, которая имеет самую маленькую молекулу. Соответственно, очень глубоко. Да, она хороший стимулятор, хорошо обновляет кожу. Поэтому замечательно ее уже нужно устраивать. Глубокое увлажнение. С сывороткой, она сыворотку затянет глубже. То есть она при синергии работы пептидных компонентов и вот этих молекул кислоты, они очень хорошо дополняют друг друга и усиливают. И мы получаем еще более яркую... Нет, совершенно нет никакого порядка. Ничего, не гиперемия, ничего нет. Сколько времени должен подействовать вот этот самоплеск? Ну, 10, он должен полежать. Вот у нас уже минут 5 полежал. И потом там легкие-легкие такие компоненты, вспомогательные компоненты, волокнолюфы. Ой, я слышала. Да, у нас гаммаж, полирующий, да, основное средство для глубокого очищения кожи. Там оттирающими компонентами является люфа. Натуральная губка, волокна растительного губа. Ну, так быстрее нужно делать массаж, да? Там прямо нужно механически полировать кожу, да, то есть наматывать на люфу. Все вот эти загрязнения, неживой слой кожи, клеточки все отшелушивают. А страшно звучит неживой слой? Ну, надкожица у нас она неживая, там ядра уже нет, поэтому она неживая. И нужно избавляться от этого слоя, да, чтобы дыхание хорошее было, чтобы обновлялась быстро кожа. А здесь получается, что всю эту работу механическую выполняют энзимы. И люфа здесь включена исключительно для того, чтобы помочь потом мне вот это все скатать. То есть она будет работать у нас сегодня как скатка, да? Ну, очень деликатно, но при этом хорошее глубокое очищение кожи мы получаем. Всегда хотела попробовать какие-то энзимные такие вот пилинги. До этого пробовала только растительную вот такую маску. Для вашей тонкой кожи, именно в формате у нас, видите, он уже готовый. Обычные пилинги пудровые энзимные, которые нужно активировать. Я маску пробовала с энзимной такой, агриколевой маской. Я вначале, когда вас смывала, я использовала полная рука пены у меня была. Вот я вытарила, это одна капля средства. То есть так хорошо пенится? Да. Соответственно, точно так же энзим. Двести там миллилитров флакон вот этот большой. И при всем при этом у меня это уже год дом, домашний. Вот это пудровый. Вот это пудровый. Вот это пудровый, да. Ну, понятно. С учетом того, что я делаю раз в неделю в обязательном порядке. И тело не только у меня такое, лицо вернее, не только до груди. У меня еще руки там есть, ноги. Отмечены, кажется, да. Да, да. Эти вот шаги, вот это, что мы сейчас сделали, очищение и гаммаж, раз в неделю активного ухода вот это должно присутствовать. Дальше можно нанести, например, маску. Либо можно нанести сыворотку с той же самой гликолевой кислотой, альгинатную маску, кремовую маску. Ну, главное открыть, да, кожу что-то? Да, то есть вот принимала. Вот такую вот подготовленную кожу, она будет брать все очень-очень хорошо. Но так как я вот увидела немножко у вас сухость, особенно вот в области лба, и если вы какую-то процедуру делали, ну, там что-то, может, использовали какие-то средства, мне хочется сделать немножко такой по маслу массаж. У нас используются натуральные, облегченные растительные масла в геле. Сухой так называемый метод? Нет, это гель, это прямо гелевая текстура масла. Насыщенная масла. Видите, такой вот плотный гель. Ух ты. Лучше я дам коже то, что она требует. Я думаю, что вы тоже увидите эффект. А вы как мама больше. Да. Я больше как доктор. Вы накормлена. Вы увидели, что она кушает, просит. Накормлена, да? Должен ли каждый косметолог работать в перчатках? Так как мой бренд европейский, у нас на законодательном уровне мы любые манипуляции. Просто я вижу, что многие не работают в перчатках. Ну, у нас, законодательно, согласительно нашего законодательства, это не обязательно абсолютно. У многих женщин в определенном возрасте даже более жирная почему-то становится. Это гормонально, да? И прямо такая, с расширенными порами. Скорее всего, здесь погрешность ухода может быть. Либо вот гормональные какие-то изменения в определенном возрасте, да. Очень часто сейчас вообще большая такая проблема, с которой сталкиваются косметологи. Возрастная аквия. Да, да, мне многие писали, что да. Воспаление в юношеские, да, которые в большей степени приписывают воспалительные такие элементы, они возрастные. Поэтому восстановление гормонального фона, поверхностного яноделения. И я всех отправляю к врачу, к эндокринологу. Лучше гинекологу. Пишу всем, да, пожалуйста, девочки, сходите. Конечно. Это не косметические вопросы. В обязательном порядке к снежникам, ко всем узко специализированным отправляю. И дерматолог, скорее всего, их отправит сразу, что да. Да, конечно. Правильный уход. Подобрать правильную систему ухода. И это все равно решает. Потому что от чего получается воспаление. Даже с учетом какого-то... Не очищенной кожи, мне кажется. Каких-то внутренних изменений. Это же детокс идет через кожу. Соответственно, если обеспечить коже правильный уход, то можно минимизировать, во всяком случае, воспалительные все процессы. Точно то же самое с плотной жирной кожей. Брать, отрегулировать количество кожного секрета, да, можно посредством активных компонентов, тех же сывороток. У нас есть крем осте-контроль, крем-гель, который подходит для больше молодой кожи, да, там до 35. Его назначаю, а после 35, если уже вот такая проблема, у нас есть крем базовый с хитоэстрогенами, который будет выравнивать гормональный фон кожи. Мне нужно? Ну, нет еще. Я бы не... Ну, совсем... И мы сейчас берем вам уход, то, что бы я вам порекомендовала. Во-первых, вы обозначили, что вам хочется уплотнить кожу век. Однозначно, под глазами, да. Соответственно, нужен такой уход, который бы как раз мы получили вот эти пожелания. Ну, объективная абсолютно нужда кожи. Для этого у нас есть сыворотка контур интенсив, сыворотка для ухода за именно зону робиты. И компонентный состав этой сыворотки, там есть пептидный комплекс миолоксант, синейк, он не только в нашей косметике используется. Я знаю. И настолько, да, он сейчас популярный. Расслабляет те зажимы кожи, которые как раз и формируют... У нас же круговая мышца глаза, она поверхностная, и тоненькими волокнами вплетается в кожу. Соответственно, если есть зажим мышцы, тянется кожа и образуется... Вода, да. Вот эта морщинка ненужная. Поэтому очень хорошо этот компонент работает. Плюс там качественно очень церамидный комплекс, который именно уплотняет кожу. Бета-глюкан, который будет увлажнять кожу глубоко. Ну, то есть компоненты для ухода именно за этой зоной. И вы получите тот результат, который вы как раз хотите получить. С точки зрения ухода за кожей лица, я бы порекомендовала именно в качестве крема использовать сыворотку с пеноксидом. Хотя вы эту же сыворотку можете использовать в качестве средства для ухода за кожей век. А, то есть она многофункциональная, она на все лицо. Да, она на все лицо. И я вам хочу сказать, что темные круги, синяя вам как раз лажут. Вот она у меня же, эти самые, вены просто просвечиваются. То, что просвечивает, но есть все равно мелкие, более поверхностные капиллярчики, которые просто вот, если они склерозированы, они раскроются. И усилятся в дальнейшем, да? Спасибо. Если я прям обрадоваюсь, если отюки присутствуют. Что в дальнейшем у меня будут синяки. Как часто можно делать альгинатные миски? Скажите, что делать? Они же выводят жидкость лишних. Не будет иссыхать кожу. Не будут выводить жидкость в том случае, если вы будете ее передерживать до состояния тепла. А если вы будете экспозицию соблюдать, время экспозиции... А какое время? Пока она холодная. То есть 15 минут заявлено в обочину. То есть час не надо лежать, да? Час не надо лежать. Я буду рот вам сейчас закроть, чтобы губы как раз ваши немножечко увлажнились. Выполнительно. До того, как мы нанесли альгинатную маску, сыворотку пептидную. Сыворотка Беллиталайзер. Это самая у нас такая активная сыворотка. Собственно говоря, это 96,9% активных пептидных компонентов. То есть во всех таких процедурах, когда нам нужна регенерация, когда нам нужно восстановить кожу, воспаление снять, успокоить кожу, вот эта сыворотка, она здесь работает очень хорошо. Мы ее интегрировали. Потом нанесли 10% углеколевую кислоту. Сверху уже закрыли альгинатная маска для того, чтобы более глубоко проникли эти компоненты, чтобы запечатать, чтобы увлажнить кожу дополнительно. Альгинатную маску. Время экспозиции будет 10-15 минут. Для того, чтобы она пластифицировалась, после этого мы ее будем убирать и уже нанесем дополнительно еще, скорее всего, сыворотку с пеноксидом, для того, чтобы сосудики укрепить. Вот такая у нас процедура. Куперас, говорят, меньше стал. Вот что, большой плюс после этой маски. Как я говорила, не пугайтесь, пожалуйста, как я говорила, все наносим на влажную кожу. Она и так распределяется очень легко при помощи на увлажненную кожу, еще в два раза легче. И меньше нужно. И меньше, и кожа считывает все быстро. Впитывает, да? Да, впитывает. Какой уход мне нужен? В связи с моими проблемами. Молочко для умывания я бы предложила все-таки, так как кожа сухая. Фитобиатоник увлажняющий. Ну и здесь пеноксид я бы предложила для кожи лица. И для век контур интенсив. Это такой полноценный, хороший уход. А что по поводу ретинола? Действительно, нужно какой-то подготовительный период для того, чтобы начать им пользоваться? Или можно начать вот таким на 25? Для того, чтобы... Подготовительный период для пилинга нужен. Причем серьезный подготовительный период. У нас в течение 4 недель мы готовим кожу. Просто я слышала, что вот все, что с пилингом связано, поскольку ретинол тоже я туда же отношу все-таки, но в какой-то мере, да? Ну, пилинг и крем немножко разные. Я поняла. То есть крем, он менее такой, да, тяжелый? Менее тяжелый. Но при всем при этом тоже нужно понимать, кому, когда... Мне, кому, мне, когда. Вы знаете, что? Я бы вот вообще ретинол, так как вы обозначили, что у вас кожа очень чувствительная, ретинол дает на первых особенно этапах применения, дает такую реактивность. Кожа не шуршится. Очень быстрое обновление. Соответственно, ну как бы это пугает очень часто. Не, меня не пугает. Вопрос в том, чтобы вот эти вот... Единственное, что это длительно нужно. Его можно здесь использовать? Можно, конечно. Почему нет? В том плане, что не нужно ждать эффекта вот прямо завтра. Здесь будет эффект смягчения кожи, будет эффект питания, будет легкого лифтинга. Но вот этой плотности, которую мы ждем, обновленной кожи от ретинола ждать вот при первых неделях применения не стоит. Когда они должны ждать? Вот смотрите, у нас обновление кожи происходит 4 недели, да? И вот клеточка новая на поверхность кожи за 4 недели поднимается. Соответственно, мы усиливаем обновление. То есть вот этот процесс в течение 4 недели дальше, да? Именно обновленную кожу мы увидим, да, через месяц условно говоря, применение. Ну вот не стоит обольщаться от того, что очень быстро начнут пользоваться кремом с ретинолом и помолодеем. Вообще было бы хорошо, конечно. Ну было бы хорошо, наверняка уже существуют такие активы, нам просто, наверное, про них не рассказывать. Да, называется хирург с ножом. Ну, не такой активный. Знаю, химики работают, чего-нибудь нахимичили наверняка. Молодец, да. Ждем, во всяком случае, ждем что-то такого волшебного. Но в плане длительности крем с ретинолом это до полугода. Если это на самом деле уже возрастная кожа, это не в вашем случае, если мы говорим о применении. Ну, 60 плюс, к примеру, возрастной, да? 50 плюс, 60 плюс, когда обмены свои уже очень медленные процессы. То тогда больше. Тогда мы, конечно, стимулировать нужно и, соответственно, ждать уже ответную реакцию. Только через месяца 3 мы можем уже наблюдать вот эту красивую, именно, да, обновленную кожу. Если мы его правильно подобрали под задачу, под потребности кожи, то мы, конечно же, видим, кожа уплотняется, кожа, в любом случае, вид ухоженности, да, такой. Вот смотрите, мы ничего, по сути, такого не сделали, а совершенно лицо другое. Кожа совсем по-другому выглядит. После процедуры у нас обычно в конце любой программы мы даем вот такой напиток нормофейный. Сейчас мы его развеем. Мы тоже вас будем угощать. Вот такой витаминизированный, легко, быстро растворимый комплекс, который дает прекрасное питание, дает замечательную, такой, как дыхательную способность на клеточном уровне. Мне кажется, я... Дорогие друзья, я искренне признательна вам за вашу поддержку и внимание. Надеюсь, это видео поможет вам в вашем домашнем уходе. Все ссылки на средства, а также на подобранный для моей кожи уход, вы найдете в описании к этому видео. Не забывайте про подарки, которые вы можете получить по коду Жанна на официальном сайте бренда. Также эту информацию вы найдете в описании. Спасибо вам огромное, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!